И снова у нас в студии сегодня у нас такая вот вольная немножечко обстановка такая расслабленная, поэтому два Андрея у нас, да, видите, вот довольно счастливый ребенок, у папы на руках, спокойный, причем хочу обратить ваше внимание, ну, насколько это, не надо забывать, что это ребенок, это не манекен, которого запрограммировали, поэтому все естественно. Настя Андреев, скажите, пожалуйста, вот вы попали, скажем, да, в руки специалистов центра, какие ощущения вот по специалистам, кто с вами занимался, что с вами делали, как вы себя чувствуете после этого, ну, чуть-чуть подробнее, что здесь происходит, ну, так скажем, да, чтобы с одной стороны попугать, с другой стороны объяснить, вот, чтобы люди понимали, вот, что тут происходит лишний раз. Вот, ну, есть три человека, которые, как бы, за кадром находятся, да, у нас постоянно это доктор Шлома, доктор Асав и Марина. Вот, впечатления, конечно, самые приятные, потому что настолько приветливые люди, настолько к себе располагающие, что, ну, вот, всегда улыбка на лице, когда их видишь, и действительно будем тоже за ними скучать. Доктор Асав, это терапевт, который занимается вот иглоукалыванием. Китайская медицина. Китан, китайская медицина, да, я не знаю, правда, Давид, как называется правильно, вот, что он магниты ставит? Ну, тоже, да, как разновидность какая-то. Ну, так и называют, потому что это идет по точкам. Ну, и самое главное, не то, что он улыбается, а самый главный результат, который достигается, вот, сказали бы. То, что он сразу где-то что-то потрогал, пощупал меня, и пришел к Юсефе, и говорит, Юсефа, у нее печень. Печень, нужно кушать спирулину тоннами, у нее печень. И я вот сколько у него спрашивала, что, ну, что вы мне ставите, он всегда говорил, вот, это твоя печень, твоя печень, ну, это твоя боль, вот так вот он мне. Вот, ну, я не чувствую, что, вот, у меня что-то с печенью, но и традиционные врачи в России мне тоже говорили о том, что, вот, с печенью у меня есть определенные проблемы. Вот, поэтому, вот так вот, по общему состоянию, ну, конечно, благодаря Марине чистится лицо. Это то, что я визуально вижу. Наверное, непосредственно это решение. Все проблемы в прямой кишке, оказывается, у нас, вот, ну, да, то же самое. Потом пошло, мы хотелось бы сказать, конечно, удивительно, что костоправ может, скажем так, выравнивать длину ног, что-то в шее, за несколько минут без боли. То есть мы шли, мы были уверены, что будет больно. Ну, вся боль, она начинается и заканчивается здесь, поэтому там уже просто не остается. Да, нас предупреждали, что самые болевые ощущения этого Аркадия. Я тоже улыбаюсь. Вот, и мы когда шли к Шлома, Андрей сразу сказал, говорит, ты сейчас готовься, потому что, ну, он будет крутить на одном пальце, и будет больно страшно. Но, как оказалось, он говорит, это методы только в России такие, негуманные, говорит, я все делаю немножко по-другому. Да, и действительно, у ребенка выравниваются ноги, ну, как ноги, у него была одна нога короче, одна длиннее. Вот он их выравнивает, в конце сеанса ровно, на следующий раз приходим опять, но уже меньше расстояния между неровностями. Он сказал, что к концу это должно уйти полностью. Вот, по себе и Шлома, я сказать особо не могу, потому что у меня нет проблем, вот, по его сфере. Он сказал, что, ну, все хорошо. Единственное, где-то какая-то зажатость по звонкам. Есть проблема у Андрея, насколько. Есть проблема, да, у Андрея. И как Андрюш? Ну, как бы не буду рассказывать, да, там, о каждом специалисте по отдельности, да. Я хочу сказать, что общее впечатление очень положительное во всех. Все располагают к себе, как-то находят подход к человеку. Касаемо то, что есть моих проблем, да, моя проблема – это спина. Ощущаю некоторое улучшение в спине, то есть и дыхание. И дыхание. И дыхание. На дороге не было. Вот. Ну, как-то легче стало. Ну, вот еще раз я напомню, на кто у нас смотрит не сначала, что Андрей такой товарищ, недоверчивый, мягко говоря, и с очень большим скептицизмом приехал к нам в Центр. И вот, то есть его ощущения, наверное, его, как бы, да, слова, они, наверное, более ценны, потому что он всячески сопротивлялся вот этим вот ощущениям, что нет, 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 все, ничего не будет, все это вот, как бы, и вдруг выясняется, что там лучше, там лучше, дыхание налаживается, да, вот. То есть это не, еще раз повторяю, это не зависит от, там, веры или от каких-то вот стремлений, но вот это происходит, потому что это происходит, потому что специалисты работают, да? Можно я вас добавлю? То есть, да, есть такая штука удивительная, как самовнушение, да? Если, например, вот кто-то скептически относится, да, то мы приехали, я приехала с полным самовнушением, что здесь все будет идеально, Андрей приехал, ну, как бы... Все наоборот. Да, скажем так. Наверное, не самовнушением, а уверенно. Ну, да, но я в том плане, что... Унушение – это как самовомат. Да, но вот многие же говорят, да, там, вот ты вот так об этом думай, и так и будет. То не факт. Вот мой супруг к тому подтверждение, что действительно, вот правильно вы говорите, что если есть способность, то вне зависимости от того, веришь ты или не веришь ты, это будет происходить изменение. Поэтому, ну, здесь действительно могут делать чудесо. Настя Андрюша, да, вот очень, особенно, наверное, да, если Андрей что-то скажет, хотелось бы услышать вот ваши, ну, пожелания, может быть, ваше обращение, Настя, ваше обращение к тем, кто нас смотрит, к тем, кто, ну, может, не определился, тем, кто ищет, тем, кто думает, а стоит, не стоит приезжать, к папам, которые вот тоже как бы не то чтобы не верят, а считают, что, ну, там, как говорится, женщины на эмоциях там могут наговорить, там выдать желаемое за действительное то, что Настя сказал. Вот у вас сейчас есть возможность высказаться по этому поводу, все то, что вы думаете, все то, что вы хотите, как бы, сказать, может быть, немножко, но чтобы это слышали те люди, которые, я же думаю, и к вам звонят, и пишут, и спрашивают, что и как, вот вы можете это, как говорится, практически в прямом эфире все это дело сказать, ну, кто начнет. Давайте, может, я? Давай. Вот, ну, мне хотелось бы сказать, что, во-первых, самое главное, это приезжать с семьей, не потому, что здесь страшно одной с ребенком, да, вот в чужой стране быть, а потому, что, действительно, немножечко меняются взаимоотношения в семье, идет какая-то перестройка, вот, как я вчера сказала, перезагрузка мыслей в голове, в душе. У обоих. Да, безусловно, у обоих. У кого-то немножечко меняется, у кого-то и себя сохраняется. Ну, всему свое время, каждый по-своему уже, понимаете, проходит, так же, как и лечение у детей. У кого-то, как вот Юсефа говорит, через три дня виден результат, а у кого-то через три месяца. Это все очень индивидуально. Это первый момент. Второй момент, конечно, я считаю, что, когда папа там, мама тут, все равно переживание, все равно какое-то непонимание, да, когда папа непосредственно находится здесь, он сам это все видит, есть у пап, как правило, все наши папы работают от утра до ночи. Соответственно, здесь есть возможность побыть больше с ребенком, уделить ему больше времени. Вот мы, опять же, тому пример, за две недели здесь Андрюшенко так к папе привязался, что, я не знаю, теперь по возвращению у нас, когда папа будет уходить на работу, будет море слез, потому что он от него не отходит. В любом случае, знаете, как... Кстати говоря, это, по-моему, приезд всей семьей, это для многих семей просто... Необходимость. Уникальная возможность побыть всем вместе. Это мы та семья, потому что мы, ну... Причем не просто побыть где-то, а побыть вот в том регионе, где вот сконцентрирована вся, ну, святость, духовность, то есть вот энергетика такая определенная, которая тоже влияет. Вот, Андрюш, вот твое мнение по этому поводу, вот пожелания, да, вот то, что сказала Настя, твои ощущения, вот, ну и твои пожелания отца, наверное. Я хочу сказать, что, несмотря на весь скептицизм, который присутствует в этом всем, да, потому что непонятно, как это действует, как это происходит, как это работает, и как оно... Скажется, при том, что все специалисты, врачи убеждают, что изменений в таких ситуациях быть не может. Да. Может быть только коррекция... Ну, да, мы прошли это, да, ты сам, говорится, убедился, пройдя... Несмотря на это все, что, ну, очень много вопросов, на которые, по сути, нет ответа, да, как это все происходит, нужно в это поверить и попробовать. Ну, даже, наверное, не сколько поверить, ты, по-моему, до сих пор не во все веришь, сколько попробовать, именно. И в любом случае нужно действовать и не сидеть чего-то ждать. Вот это важно. Причем, я, да, хочу уточнить, Анеша, твое обращение к вопросу о действии и, не знаю, относится к кому в семье, я имею в виду. Ну, наверное, к обоим, конечно. К обоим, но вот в данном случае, да, вопрос идет о папах, о роли папы. Я хотел бы, да, услышать, что все-таки вот то, что Настя сказала, роль отца, она, как бы, да, не, ну, не может быть меньше, она не может быть растворена, потому что, особенно для мальчика, да мы видели и для девочки тоже, вот, папа, это вот что-то такое долгожданное, которое вот оно здесь, здесь и сейчас, и дети очень быстро, они как бы вот набирают, они перенимают от отца очень много, и они развиваются лучше. Вот я думаю, что даже вот представя то, что я сказал, подумал, вы увидите у Андрюши младшего, да, те черты, которые у него не были, которые вот он здесь от папы что-то перенял. Ну, тем более, еще вот хотела добавить, да, Юсефа мне в один из первых дней сказала, что твой сын, он очень связан с твоим мужем, то есть со своим папой. И я больше чем уверена, что эта связь, она присуща не только Андрею и Андрюшке, она присуща очень многим, поэтому, как бы, соответственно, и лечение ребенка, оно будет быстрее, если будут оба родителя, потому что, ну, как бы рожали вместе, и выходить из ситуации, которая сложилась, тоже нужно вместе, как бы в беде не оставляют. Ну, да, очень-очень надеемся, что вот вас услышат, и услышат то, что вы говорите, и не просто, как бы, да, в ухо войдет, а что это прочувствуется. Ну, и последний такой традиционный вопрос о ваших ощущениях пребывания на Святой Земле, но, опять же, мне интересно, что Настя у нас девушка эмоциональная, у нее это как бы все, а вот ощущение Андрея, вот, вы же, наверное, на программе была, побывали вот на святынях, на местах, как ощущение, как поменялось ли что-то, можно ли это сказать, вот, у скептика интересно это услышать, можно ли сказать, что вот эта вот программа, вот это пребывание там, это является частью лечения? Ну, поменялось что? Поменялось, наверное, больше какого-то спокойствия появилось, спокойствия душевного, семейного, как-то... все проблемы ушли на какой-то второй план, проблемы касаемо всего угодно, кроме как семьи своей, да, вот, поэтому, вот, как-то на самом деле больше, пусть хотя бы на какой-то период времени, чтобы думать, переживать только за свою семью. Ну, на самом деле, да, дальше зависит от вас, то есть, если вы захотите вот это ощущение сохранить, то это все в ваших руках, вы уже знаете, как это должно быть, вы здесь это увидели. Так вот, я повторю вопрос, очень интересно, вот, как ты считаешь, вот, программа, связанная со святыми местами, вот, экскурсионное посещение, оно может восприниматься как часть лечения, то есть, является ли вот это, ну, каким-то лечебным фактором для вашей семьи? Ну, будем надеяться, что да. Ну, по ощущениям, да, есть такое. Ну, вот, Настя, да, уже хочет и отсутствовать. Меня ни о чем сегодня не спрашивают. У ее, да, ну, во-первых, мы еще увидимся, я надеюсь, вот, а потом, мне вот интересно, твои ощущения, вот, от пребывания, ну, первый раз еще, да, вы неделю еще толком не бывали, а вот сейчас вы уже где-то побывали, твои ощущения от святых мест, твои эмоции, твои, вот, восприятия. Ну, ощущения хотя бы того, что сколько лет этой земле, да, в частности, старому городу Иерусалима, понимание в голове той святости этих мест, они, конечно, приводят в дрожь, когда только заходишь в старый город, на самом деле. И одинаково эмоционально и вот с таким каким-то вот трепетом в душе, да, подходишь к любой святыне, будь то Стена Плача, или Храм Гроба Господня, или Мечеть, это абсолютно не принципиально, потому что ты понимаешь, насколько святы эти места, насколько они намолены. Я же говорю, я вчера вот рассказывала девочкам, которые сейчас здесь лечатся с детками, о том, что я подошла к Стене Плача без каких-либо религиозных, да, вот, побуждений. Ну, когда я туда подошла, и мне удалось прикоснуться, у меня вот, ну, мурашки по коже. Просто от того, что действительно места святые, таких мест на земле больше нет. И то, что вот мне это дало, это, и Давид меня этому тоже вчера научил, и я сегодня уже это употребляла, просыпаясь утром, благодаря Бога за то, что я жива, за то, что рядом моя семья, они живы, здоровы, и я уж то, что, а эту привычку я точно сохраню дальше, и это очень важно. А это тебе дает что-то, или это формальность? Ну, если бы это была формальность, я бы на это не тратила грима. Настя, прошу прощения по вопросу об ощущениях. Расскажи, как выходило от Стены Плача. А, со Стены Плача, да. А когда вы услышали? Вчера. Я тоже рассказывала девочкам вчера, наверное, очень эмоционально. Когда от Стены Плача людей отходят, да, ну, вот я с женской стороны была, они никогда не поворачиваются спиной. Я об этом даже не знала, и я так еще подхожу, думаю, я не буду заморачиваться по этому поводу, я же, как бы, к иудаизму никакого отношения не имею, и подойду, посмотрю, для меня это как история, а я не смогла повернуться спиной. Мне как-то так было не по себе, это вот, да, как у нас нельзя поворачиваться к алтарю спиной, и точно так же вот, и шла я без каких-либо убеждений, но назад я шла спиной, то есть я спиной не повернулась к Стены Плача, не смогла, не получилось. А тебя пыталась? Да, я так, как бы, ну, думаю, чего заморачиваться, ну, как бы, это, я понимаю, это у каждого по-своему, да, в мечеть заходят с правой ноги. Особенное место, грант, я говорю. Да, да, и оно особенно, и вот мне нравится то, что я говорила об этом Андрею Гиду, и скажу всем, что вот вместе, вот именно Иерусалим, это, наверное, объединение всех религий в одну, потому что вот по всем параметрам, да, здесь самые святые места, по любой религии, самая святость, это в Иерусалиме, да, и вот уже сам Господь говорит о том, что вот я один, и неважно, как вы меня называете, как вы на это на все смотрите, молятся все об одном, и действительно, когда весь мир съезжается в этот старый город Иерусалима, там действительно другой дух, на самом деле, по-другому себя ощущаешь. Не хочется шуметь, не хочется много разговаривать, хочется плакать, ну, наверное, это душа очищается, я так думаю. В общем, да, она у всех по-разному очищается, но суть та же самая. Ну вот, ну и в заключение я хочу сказать вам спасибо, я надеюсь, что мы еще увидимся, у вас есть еще неделя, как бы, да, подведем итоги того, что все-таки здесь произошло, чего вы добились в семье, в здоровье ребенка, вот, какие-то моменты, которые вы захотите сказать именно в заключении, вот. Ну, а сегодня мы заканчиваем, спасибо за то, что поговорили, за то, что уделили внимание, я думаю, это всем было интересно, всем было, как бы, да, любопытно, разные мнения, разные взгляды, разные ощущения, вот, но нет людей, скажем, которые, вот, равнодушны, которые, вот, как бы, ну, приехали, приехали, там, погуляли, уехали, так же, как, там, в Турцию или, там, в Египет, вот, все-таки немножко другое. Поэтому, как говорится, до новых встреч в нашей студии, у нас будут новые лица и старые лица, мы всегда рады с вами поговорить, а сейчас мы прощаемся, до свидания. Спасибо, до свидания. Всем спасибо и будьте здоровы.